Страна ФМ Я рада вас видеть, спасибо, что вы к нам пришли И надеюсь на такой ликбез Друзья мои, перед вами сидит женщина Не киберспортсмен, буду просто Дотошно спрашивать Все обо всем, что для вас может даже Показаться глупым. Сразу нашим слушателям И зрителям закидываю удочку. Друзья, задавайте И вы свои вопросы 909-928-1899 Ватсап, Вайбер, СМС И, конечно, наши соцсети Страна ФМ, Инстаграм, группа ВКонтакте Все видим, все читаем. Давайте так Расскажите нам вообще Вот в стране нашей ФМ Какая ситуация с киберспортом? Насколько это сейчас популярно? Кто хотите, пожалуйста В нашей стране развивается Данное направление Несколько лет назад, два года назад В 2017-м признали его как вид спорта Официально, да, внесли в реестр Соответственно Что очень сильно подтолкнуло К тому, что Киберспорт начал набирать очень сильные Обороты в нашей стране Сейчас Если так прям обобщенно Есть киберспортивные арены В Москве, в России Есть киберспортивные команды Клубы Организации киберспортивные Которые занимаются турнирами Ну и, соответственно Международные турниры Также проводятся у нас В этом году у нас было два Соответственно Развитие есть И все пока Все идет Классно Хорошо, ну а вообще Аудитория целевая Кто? Есть какой-то возраст? Пол? Кто в основном игроки? Давайте я отвечу Давайте Вообще сейчас в России 12 миллионов активных игроков Действительно люди Которые увлекаются киберспортом Играют дома Финансовый рынок киберспорта Сейчас в России Порядка 40 миллионов долларов И растет каждый год Но в сравнении с мировым Это, конечно, мало Потому что мировой рынок Это порядка 100 миллиардов долларов и выше Вот Поэтому мы стремимся Как раз к росту Но темпы Геометрические прогрессии Увеличиваются С каждым годом Порядка 10-20% У нас прибавляется Аудитория в России Ну понятно Смотрите, Владислав Вы еще как организатор Фестиваля Runway Давайте тоже о нем поговорим Что это такое Да Цель и задача Когда он проходит Вообще фестиваль Runway Да Изначально Он проходит второй раз Уже в 2018 году Мы получили Сертификат Книги рекордов Гиннесса Вот По организации мероприятия Самое посещаемое Фэшн-шоу А что такое вообще Runway Runway Это ежегодный фестиваль Инвестиционной компании Freedom Group International Где представляются Новые направления Вообще деятельности Этой организации И как раз Киберспорт В этом году Это новое направление Для нас Которое мы будем Активно развивать И внедрять В индустрию Все возможные Новые вещи Мероприятия И так далее Ну в общем Следуем трендам Это сейчас модно Поэтому Надо следить За событиями У нас Небольшая сейчас Музыкальная пауза Друзья И мы вернемся Напомню Что мы сегодня Говорим про киберспорт И вы можете Задавать свои вопросы Поскольку это так популярно Мне кажется Вопросов будет Очень много А дети играют Кстати Когда турниру Конечно Основная аудитория Дети Нет 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 В гостях у нас сегодня Ратибор Попов Председатель ассоциации Компьютерного спорта Организатор фестиваля Runway 2019 Владислав Гречкин Мы говорим сегодня Про киберспорт И не только Остановились на том Кто игроки В первую очередь Ну наверное За нашу страну Будем говорить Кто сейчас Основной игрок Может есть какой-то портрет Ну прям наверное так Сложно сказать Да Сложно Потому что Ну наверное Начиная От 12 лет Даже если не раньше И заканчивая Ну то есть даже 30-40 лет Да Здесь нет такого Да ладно Даже Я думала Там скажут сейчас 75 Кстати есть такое Есть команды У нас кстати Тоже есть российская команда Где прям играют Скажем так Люди в возрасте Очень хорошем И кстати Они говорят Что именно игры Очень сильно помогают В восстановлении здоровья В определенной степени То есть Они начали Как бы Память улучшается Зрение где-то То есть потому что Ну они играют Контерстрайк И координация Реакция Это все заставляет Взаимодействовать с командой У них Они прям говорили Что они очень Как бы оживают Скажем так В этом возрасте Они наоборот Паникают А насчет того Кто играет Здесь прям Вот все Есть школьные лиги Студенческие лиги Есть Вот с Министерством обороны Отдельная тема Где военнослужащие То есть здесь прям Нет какого-то такого Определенного Контингента Здесь как раз для всех То есть киберспорт Масса И он зарождался Так что играли все А почему все-таки Призвано это спортом Ну вот Как это объяснить Ну Соревновательная Составляющая Из-за того что Очень много людей В этом участвует И Государства Страны Прислушиваются К Аудитории Да Здесь даже сейчас Можно привести пример Что рассматривается В Госдуме Законопроект о том Что Киберспорт отвести Детям в школах Как Доп-дисциплину Поэтому Это только вопрос времени Мне кажется Ну Я кажется Просто Уверена в этом Маленький секрет Мы это делаем Вы это делаете Прямо вот да В следующем Родители будут И вам благодарны Но с другой стороны Если он принесет 12 лет выигрыш В миллион долларов Скажет О сынок Это должно быть комплексно Вот как раз здесь Вот момент того Что киберспорт Он не должен быть Определенных рамках Что игра Он должен быть комплексным То есть у нас сейчас Интересно найти сфера Мы Нам интересно Развитие киберклассов Где будет Геймдизайн Программирование Киберспорт То есть Максимально Разнообразие Для ребенка И киберспорт Опять же Одна из основных Таких составляющих Это не только игра Это комментаторы Это организаторы Судьи Администраторы Менеджер Это спорт Почему мы говорим Спорт Потому что Огромная составляющая Психологи Сейчас очень востребованы А что они выводят Если человек проиграл Помогают Хотя стресс Это же целое соревнование На чемпионате мира В Китае За интернешнл В этом году Второй раз победила Команда ОДЖИ И первый Кто на сцену Большой психолог Потому что Второй раз Подряд выиграть Чемпионат мира И получить 15 миллионов долларов Это Это заслуга психолога Это очень непросто Наши команды приезжают туда С хорошим Скажем Запавом Пройдя хорошие турниры Но Там не хватает Поэтому Очень много сейчас У нас именно в России Вот сейчас Очень много вакансий востребовано Менеджеры Киберспортивные Тренеры Персоналы Организаторы Те же мероприятия Подождите А вот мне интересно А тренер То есть он как Он составляет стратегию команды Или какая у него функция Тактический план Действительно Составляется для команды Ну зависит от дисциплины Естественно Но если в общем говорить Это тактический план игры Это расстановка на карте От определенных персонажей То есть здесь очень много Всяких нюансов Которые есть Такие вот такие папки У тренеров Это серьезно Мы еще 18 лет А то есть тренеры Прям распространены Стратегия Прям распространены Конечно То есть это как шахматы То есть ты видишь В доте берут героя Ты должен ему контргерой взять И ты сразу смотришь Скажем так Максимальный пик героев Который ты можешь под это взять В контрстрайке Там раскидки Заход на точку Отход с этой То есть у нас прям было У нас вот тетради были расписаны Такие талмуды А вы сейчас играете сами или нет? Или нет времени? Сейчас уже нет Уже не играете? Мне приходится Ну то есть как бы Бедный несчастный Нет, очень мало Очень мало на это времени остается Но приходится Потому что нужно следить За тенденциями Развитием игр То есть понимать Что какие В танках Какие патчи Нововведения Вновь небольшая передышка Мы скоро вернемся Добрый вечер Страна Лиза Калинина По-прежнему с вами У нас сегодня гости Мы сегодня говорим Про киберспорт У меня к вам вопрос Ребята Напомню У нас Ратибор Попов Председатель ассоциации Компьютерного спорта Также организатор Фестиваля Runway 2019 Владислав Гречкин Вообще За компьютерные игры Вот если мы говорим Про детскую аудиторию Их вроде как ругают родители Они обеспокоены Что дети Постоянно в интернете Не занимаются Другими видами спорта Я напомню Просто киберспорт Сейчас тоже вошел Вот что вы на это скажете Вот как соблюдать Этот баланс Или наоборот Лучше махнуть рукой Пусть он в этом деле Развивается И сидит себе в интернете И играет Все правильно сказали Нужно соблюдать баланс Это очень главная И важная составляющая Если Мы говорим про кибер Допустим Киберспорт Это киберфутбол Да Именно футбол виртуальный То ребята Которые подписаны Профессионально Нагрузки Постоянно этим заниматься Невозможно Ты должен Дополнительно развиваться Как раз Мы организуем мероприятия Или фестивали Мы стараемся Участвовать В фестивалях здорового Образа жизни То есть основные Какие-то спортивные площадки Чтобы ребята Приходя могли Поиграть И дополнительно Соответственно Пойти на ту площадку Которая им интересна Буркаут Или что-то еще Они не должны быть Разделены И если мы Допустим Опять же проводим Планируется в Москве Проведение Чемпионата Школьного По киберфутболу Мы планируем провести На стадионе Прямо ЦСКА С футболистами Настоящими Чтобы они пришли Чтобы ребята Видели вживую Все это То есть максимальная Интеграция Спорта И киберспорт Чтобы это не было разделено У нас как правило Знаете вне эфира Очень классные разговоры И я пытаюсь Вот то что мне понравилось Еще вылезти В прямом эфире Вот смотри Ратибор Ты сказал Что это очень крутой Социальный лифт Вообще надо понимать Что киберспорт Это целое движение Где крутятся огромные деньги Да И можно найти себе работу Есть не только игроки Комментаторы Но и все такое прочее Менеджеры Вот расскажи про эту историю Что ты говоришь Про социальный лифт Для молодежи И не только Ну Наверное Основная задача Вот Того Чтобы выстроить В нашей стране Такую систему Она должна Являться Киберспорт Он должен являться Социальным лифтом Для нашей молодежи То есть Если ребята играют Неважно в каком регионе Если они Хороши в этом Если есть возможность Себя проявить в этом И он реально Очень Ну талант родился То задача Проведения Создания такой единой системы Где человек может себя проявить И попасть В профессиональную команду Полупрофессиональную То есть Должна То есть Должны профессиональные команды Замечать этих ребят То есть Надо выстроить Такую систему И вообще из регионов Да Соответственно Если у него Очень хорошая Возможность Комментированию То он должен На местных аренах Или клубах Которые появляются Открываются В регионах Он должен Да Максимально То есть Задача сделать В том Чтобы ребенок Не играл дома А мог реализоваться В этом То есть Если То есть Чтобы родители видели То есть Если он Он и так играет дома Пусть он это сделает Зазеги Ну скажем так Да То есть Для развития То есть Ну сейчас Можно получить Мастер спорта И получить кандидата И разряды Можно получить То есть Все это Все это работает И То есть Задача Сделать Это единая система Которая будет Уже не игрой Мы Некоторое время назад Сказали Что Нет ограничений Возрастных Как таковых Вот сейчас Мир технологий Очень быстро развивается И бывает так Что Большая разница Там Особенно у взрослых Людей Которые вообще С компьютером До сих пор Могут быть новы Вот тем не менее Насколько Просто Легко Либо наоборот Это невозможно Практически Вот сейчас Начать с нуля Ну Погружаться Внедряться Вот во все Это дело Требует Большого труда В целом На самом деле Внедрение Именно возрастной Группы людей Да То есть Выше Сорока лет Если они никогда Не слышали Не играли Уже Есть определенные Трудности Но тем не менее Если приложить усердие Это можно сделать Как пример У нас ряд сотрудников Просто собирается В клубах И играют Такие корпоративные игры Да Корпоративные игры Устраиваются И их обучают сотрудники То есть помогают Им Скажем так Внедриться Кто умеет Да То есть Это не то что организовано Ну понятно Сверху А именно сами Собираются И действительно сражаются Друг с другом Такой нетворкинг Получается Слушайте Ну нетворкинг Вообще вот сейчас Какие Направления игры Что сейчас в топе Во что играют В основном Есть три основные Дисциплины Это League of Legends Dota 2 CS GO Вот сейчас Выходит на арену Как раз Калибр Мы поговорим Да Дисциплин Больше И сейчас Как раз Наверное Самый основной Бонус В том что Прям Максимальный спектр Здесь реализоваться Любишь пифу Пожалуйста Даже у фифы То же самое Футбол Есть фифа И про эволюцион сокер Дота 2 И Counter Strike Да верно Слушай Это очень вечный Просто Дота 2 Очень ворвался На арену PUBG С Fortnite Они просто влетели League of Legends Запускает там Свои новых Пять игр Electronic Arts Там пытается Запустить Ну очень хорошо Вот Call of Duty Последняя вышла Которую тоже Все пытаются Сделать там Сейчас максимально Все пытаются Под киберспорт Ubisoft Там сделали Rainbow Six X-Age Которые по типу Counter Strike И Внедряют Внедряют его В киберспорт И у нас Кстати В этом году Ребята стали Чемпионом мира Наша команда Team Empire Поэтому Тут прям Ну сейчас Есть огромная возможность Реализоваться Карты Карточные игры Карты Танки Стрелялки Машины Самолеты Авиус Футбол Корабли Все правильно Все есть На любой вкус Друзья Мы говорим Сегодня про киберспорт В гостях у меня сегодня Артибор Попов И Владислав Гречки Наши эксперты Парни Вот смотрите Я тут Нашла информацию Что есть же даже Кафедра киберспорта У нас в стране Это так? В некоторых вузах Да? Есть Их две А А что это То есть получается Это как целые Читают лекции Да? Ну все верно Обучают спортсменов Кафедра киберспорта В Ургувке Есть И В Синергии В этом году запустила Сейчас институт Они запустили Также тоже есть Кафедра киберспорта Ну основное Это то Что наверное То чего требует Индустрия Это востребованность Тренеров Менеджеров То есть там Не прям киберспортсмены Пускать Как многие думают Таких управленцев Да То есть дают возможность Развить свои навыки И способности И соответственно Дают дополнительно Да вот Это менеджер Тренер То что сейчас Постребовано Обалдеть А мы тоже Вне эфира Пока у нас была пауза Поговорили Ну конечно мужская аудитория Превалирует Ну вообще Намного больше Да? Ну мне очень понравилась История Как к девчонке Подключается То есть у нее есть парень Вот игрок Конкретный И она уже поняла Что вот смотреть Просто болеть за него Уже начала разбираться Таким образом Тоже начинают играть Ну да Подходит в эту сферу Есть допустим Вот как мы говорили Про чемпионат Скажем так Мира по доте Там за интернешнл Да Со мной их турнир Данная дисциплина И когда он проходит У нас в России Проходит Ну и не только в России В мире Проходят попстомпы То есть это Когда в каком-то кинотеатре В кафе Снимают зал прям И транслятор выигрывает То есть это огромнейшая арена Где команды выходят Где они соревнуются Где комментаторы Аналитики То есть это прямо Как вот чемпионат Скажем так Ну любого вида спорта Да Прям такой серьезный То есть это все Очень красиво сделано У них очень красивые открытия И очень много народу приходит Так как это проходит Либо в Америке Либо в Китае У них проходит Дневное время У нас это ночное Поэтому Очень много приходят парами Прям смотрят То есть это Кальянные Все что угодно То есть это прям Максимально Где есть большой экран И где То есть сейчас Очень много включается Разных компаний Организаций Которые начинают делать Эти попстомпы Проведения Смотрите Вот у меня сейчас Такая идея пришла Вот слушают нас сейчас Допустим мамы и папы У которых дети просто рубятся Во что угодно Не-не-не-не-не Дело не в этом Они подумали Что из этого можно Выгоду какую-то излечь Что делать Куда идти Вот допустим Вот вы говорите Про лиги Про эти команды Вот куда податься Если человек просто играет Где вот куда Что вводить в интернете Чтобы Никуда Почти у всех клубов Есть юношеские секции Киберспортивных Естественно клубов Которые проводят набор Набирают игроков Академия То есть прям так и бить То есть Что Нет У нас У нас У гамбитов Вот у гамбитов Есть академия Не только сейчас У гамбитов Сейчас открывается Еще у Форзе Команда Вот в этом году Они планировали Насколько я знаю В 20-м открытии Только вот прям сейчас Только сейчас Появляется У команд Академии Которому интересно Набирать Молодых специалистов А так что Просто создавать Свою команду А это как мы говорили О том Что как раз Киберкласс То есть то Что в школах Сейчас учатся дети Как раз нужно Создавать Скажем Аля кружок Как это было Старые времена Где ребенок Может реализоваться То есть И сейчас Ребенок просто играет В онлайн игры Он Как себя может Продвинуть Как в старые времена То есть Пойти куда-то В сексе Нет Просто Как это было раньше То есть Мои там Восемнадцать Мы встречались Общались И говорили Давай команду Соберем А то есть Надо собрать команду И участвовать В всяких соревнованиях Потом понимаем Что Федя не тянет Федя уходит Приходит Приходит Петя И так вот Федя Федя тормозит Поэтому Федя не работает Ребята надо попробовать Себя на каком-то там Крутом турнире Попробовали Вылетели Так у нас что-то не то Начинаем смотреть тактики Нам нужен тренер Ну и вот Как-то оно все так и идет Сейчас это примерно На таком же пока уровне То есть Ребята Ребята уже есть Где-то сплоченные Коллективы команд То есть вот проводишь турнир Допустим проводим Даже в небольших городах Там Василий Петровский Или Московская область Шатура Приходишь Думаешь Сколько будет команд Подводить Бах там 25 команд Так Уже готовых команд То есть они там уже играют Между собой И причем Ну довольно таки Вот мы проводим В Московской области Очень много мероприятий Ребята очень сильно удивляют Прямо такой уровень Показывает Что Понимаешь Что нужно прям Очень жестко Нужно выстраивать Систему селекции Срочно Потому что Есть большое количество Ты видишь как в команде Один Прям да Какой-то вот прям Талант Вот он есть И ты понимаешь Что ему нужно дать толчок А если вот тянут на дно Да нет Он даже сам Как раз он не понимает Крахи в банке Да Он даже сам не понимает Куда То есть вот Ну это тяжело очень Сейчас куда-то выйти Вот Поэтому нужна система селекции Нужна вот как раз То о чем мы говорим Нужна целая система Чтобы все это выстроить Пока это вот как раз Как раз формируется Правильно сказал коллега То что Сейчас это вот прям Идет становление Киберспорта В рамке Вот это все выходит Здесь еще нужно проще Как бы Чем Проще участвовать Командам в турнирах Потому что они проходят онлайн И люди из разных городов Могут сплотиться В один коллектив И стать командой То есть один ладь в Востоке Другой в Калининграде Это все важно Да Не обязательно присутствовать Здесь сейчас На каком-то турнире Как например По футболу матч пройдет Ну понятно Это просто в сети происходит Поэтому коллективу Действительно много Как я тебе уже сказал Нужно выстраивать Систему отбора Слушайте А вот допустим Сейчас самостоятельный игрок Насколько это дорого Есть какие-то взносы Или нет Как правило Это все бесплатно Или как Вот если допустим Уже выходишь Ну да Для участия Допустим В турнирах каких-то Посмотри какие турниры Есть где Взнос Есть где без взносов Минимальный инвентарь Это компьютер Который Хороший Да И не знаю Кресло Если для удобства Только гиберспортивное Ну нормально Главное девайс Хорошие девайсы Профессиональные Это раньше была больной темой Сейчас я думаю Так же остается Прямо В хорошее оборудование Приходишь Да Даже в компьютерный клуб Даже если стоит хороший девайс Ты просто берешь Убираешься И достаешь свою Какую-нибудь мышку Которая побывала В четырех стенах Там улетела Там в пол Куда можно Достаешь свои Там полубитые Которые как бы Надежные уже проверенные Такие талисманчики Свои уже Да Кстати у киберспортивных Очень прям Даже вот А да Мнительные такие Да То есть Какие-то у кого-то фигурки У кого-то игрушки У кого-то там носок У кого-то Все что угодно Привозили У нас были Когда мы делали турниры Прямо Около монитора Ставили Какого-то коня Что-то такое Что приносит ему удачу Носок Какого-то коня Это смешно Было забавно Как раз Тибора поддержу Что забавно В Вьетнаме Когда устраивали мероприятие Один из игроков Принес палочки для еды Они были связаны крестиком И он их держал Постоянно у себя Вот рядом с собой Он не отпускал Он говорил то что нельзя Ему организаторы говорили Не нужно сюда это класть Рядом с компьютерами Нельзя Он все равно прошел Вплоть до того Что он сказал Я не буду участвовать Ого Какой Понятно То есть да С войной Нет Есть очень много традиций Реально Кто-то заходит с какой-то ноги Прямо как в футболе Кто как выбегает на поле Здесь точно такое же Как на чемпионате мира Они заходят в кабинки Определенно Как зайти С кем Как что пожать Кому почесать ухо Плечо И все в таком духе Это прям реально Рождается Прямо традиции Да это круто Ой сколько мы сегодня Интересного нового узнаем Друзья вновь у нас Небольшая пауза Мы говорим сегодня О киберспорте Скоро вернемся Будьте со страной ФМ Друзья мы продолжаем Лиза Калинина в студии Артибор Попов И Владислав Гречкин Говорим сегодня Про киберспорт Давайте расскажем Во-первых о том Что фестиваль Ранвей Уже состоится В эти выходные Да Мы всех можем приглашать Да Всех ждем Расскажи где Как что Он придет на площадке Music Media Dom В эту субботу 19 числа И всех гостей Мы ждем с 14.00 Да До этого у нас будет Закрытая корпоративная часть Так что вас там не ждут В 14.00 Проходите Только избранных Откроем двери для всех уже Слушайте А там же будет представлена Игра новая Да Расскажи Ратибор о ней Будет новая игра Ну какая Калибр Да Это будет игра От компании Очень известной Компании Которая делает танки Компания Wargaming Они разработали новую игру Это онлайн шутер Специального назначения Про спецподразделения Там нет террористов Там прям спецподразделение Спецназ Спецназ И получить сувениры От разработчиков А в чем там ее Она ты говоришь Супер крутая Да Там получается Вот тематика Контрстрайка То есть карта Две точки Задача захватить точку Ты выбираешь Спецподразделение Определенной страны Соперник также Выбирает там спецназ То есть там Ты можешь выбрать Есть прям спецназ СО ГРУ Который там 2013 года Или там 2014 Или Вымпел есть Там наше спецподразделение Есть других стран Там Белару Великобритания Есть по-моему Также иностранные И вот соответственно Битва там Тактические Ну там Там очень много Тактических То есть там Просто так пробежать На шару Там убить Нет Там прям должно быть Взаимодействие Есть снайпер Медик Пулеметчик Нужна прям Координация Тактика То есть прям Как в реальном спецназе Уже для профессионалов Да А смотри Вот ты начал им рассказывать О том Что с военными Будет какая-то Коллаборация Ты можешь об этом говорить Или это секретная тайна В прямом эфире О таких вещах не говорят Немного закрытая информация Но мы можем сказать Да ладно По секрету Министерство обороны Российской Федерации Играет хорошо Официально Официально она заходит В киберспорт Вау То есть сейчас Кто-нибудь тебя послушает Скажет Военные Ну вы-то куда Да Так скажем Но здесь момент Главное понимать Что они защищают родину У них огромная миссия Никто об этом Как бы здесь никто Здесь никто им не мешает Да в этом плане Да на случай Знаешь такое Двойное значение Но если у них Есть возможность Да Реализовать какие-то Свои другие Да там потенциалы Которые у них есть Там в киберспорте Почему нет Мы проведем В 2020 году Первый турнир Для военнослужащих Киберспортивной Для военнослужащих Контрактной службы Официальной И соответственно Проведем Международный турнир Так же То есть Министерство обороны Прямо активно Им интересное Это направление Инновационное Новое Они понимают Что у них огромнейшее Количество молодежи Которые есть В вооруженных силах Почему бы нет А как Они уже играющие То есть это для тех Кто уже играет Или их прям будут обучать Для кого-то Вот он учился Студент Да Его отчислили Или он после школы Пошел в армию Но он умеет хорошо играть Он играл на гражданке У меня Вот у меня такой был Я играл Проводил турниры Меня забрали в армию И как бы у тебя год пустоты А тут бах Есть возможность Представить там Свою часть Или род войск Почему нет Ну это же круто Сейчас еще в будущем Будет служба Альтернативная Как киберспортсмена Там Немножко другое Мы Прорабатываем С Министерством обороны Но Да У них есть Скажу так Что у них есть интерес К тому Чтобы киберспортсменов Включить Нет Не альтернативно Но В определенное подразделение Им интересно Потому что есть Очень Сейчас развивается Беспилотное Оборудование Ну да Индустрия вообще Поэтому Есть интерес И все Ну вот мне подсказывает Наш звукорежиссер Гуру Александр Это же еще тактически Стратегически Развивает Маски Все верно Да То есть есть в этом Определенная цель Глобальная Министерство обороны Дании Также В этом Они заявились В этом году Что им интересно Киберспортсменов Растить Именно забирать Забирать Готовых Да уже там Да На службу Где они могут там Реализовываться Там в виде там Работы с оборудованием Радарами и так далее Здесь как раз Возможность того Что человек Допустим Вот мы Собираемся провести В ближайшее время Такие эксперименты То есть у нас есть Ребята-чемпионы мира По War Thunder В самолетах В авиасимулятора Мы сделаем Показательный бой Между реальными пилотами С трижей А да Да У нас много интересных тем Да И нам Че Это вообще круто Да Министерство обороны Интересно Конечно Им интересно Потому что Киберспортсмен У него изначально У него Усильная реакция Да То есть он Принимает быстрые решения То есть человек готов уже К определенной Как бы да Ситуации Тем более что Не надо бежать с автоматом В атаку То есть он сидит Дистанционно управляет Определенным оборудованием Почему нет То есть это Специалист Которого потребуется Времени А на него Обучение меньше То есть Ну это все новое Интересно То есть киберспорт Он прямо сейчас Во все сферы Образование Военные Юнармия То есть это прямо у нас Максимальная интеграция Во все направления Школы Ну это мощно Это мощно конечно У нас остается буквально минута Знаешь мне еще понравилось Что сейчас такие презентации крутые То есть как полное погружение Да ты говоришь Можешь несколько слов об этом сказать Про Про что у нас Виртуальная реальность Ну да Что ты будешь видеть Играть Это все будет Есть у нас вот именно Скажем так По виртуальной То есть она сейчас Она очень быстро влетела Но сейчас как бы так Немножко приостановилась Эта индустрия У нас есть авиасимуляторы То есть ты одеваешь виртуальные очки У тебя прямо джойстики как в самолете То есть полная настройка Ты взлетаешь Ты в кабине самолета полностью оказываешься И когда ты делаешь какие-то виражи Тебя очень сильно крутят Надо хороший вестибулярный аппарат Потому что ты прям ощущаешь это все И вот мы хотим да Прям провести реальный бой То есть профессионального киберспортсмена И реального пилота Слушайте друзья Будущее наступило Ну очень интересно Спасибо вам большое Друзья хочу напомнить У нас в гостях были Ратибор Попов Председатель ассоциации компьютерного спорта И организатор фестиваля Runway Который будет уже на этих выходных Владислав Гречкин Я желаю вам удачи, успехов Спасибо большое за разговор Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Страна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok